Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 18 тура РПЛ Сочи-Спартак. Встречаются седьмая и вторая команды текущего сезона. Очные матчи. Матч первого круга завершился 2-2. В прошлом сезоне хозяева выиграли свои матчи по 1-0. Статистика команд. Сочи последние 4 игры отыграл на тотал меньше. Спартак не проигрывал в последних 4 матчах и во всех забивал. Как видим, обе команды в последнее время больше играют низовых матчей. Но в подавляющем большинстве игр и забивают, и пропускают. В предыдущем туре Сочи обыграл дома Ахмат 2-0. Хозяева были намного более активны в атаке и выиграли по делу. Но игра могла бы сложиться и по-другому. Забей Бериша Пенати в начале матча. В дальнейшем у Ахмата ничего не было в атаке. Сочи мог забить гораздо более двух мячей. Спартак разбил Тамбов 5-1. Еще один матч, который наводит на грустные размышления. Тамбов вроде бы играл неплохо и к 82-й минуте матча был счет всего 2-1. И были шансы даже у Тамбова, чтобы сравнять счет. Но в итоге получили 5-1. И ладно бы Тамбов убежал всей командой забивать второй гол. Так ведь нет. Все три гола в последние 10 минут были забиты, когда весь Тамбов находился на своей штрафной площадке. Но если ВПЛ остановило разносить Ливерпуль на 7-2, то почему Спартак не может обыграть Тамбов 5-1? Все логично. Игра первого круга получилась далеко не однозначной. Получились счет 2-2 там был и были вопросы к судейству. Спартак к этому матчу подходит с активом из двух побед. Только однажды в этом сезоне Спартак продлевал такую серию до трех матчей. У Сочи две последние игры на обе забьют нет, хотя до этого было 8 на обе забьют да. Спартак три последние выезда отыграл на тотал больше 3,5. Сочи забивал в последних 5 домашних матчах. Похоже в этом матче наиболее ожидаемым исходом будет вариант около 1-1. Сочи дома играет достаточно активно в атаке. Спартак выездные матчи тоже проводит хорошо. Забивать должны бы обе команды по такому раскладу. Но здесь запросто может быть и 2-1 в пользу той или другой команды. Поскольку покидали низкий коэффициент на низовой матч, можно брать тотал больше 2 с приемлемым коэффициентом. Из связки ставок тотал больше 2 обе забьют да 1х. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да 1,91. На 1х1,79. На тотал больше 2 1,61. Спартак предыдущий выезд с Уралом отыграл на 2-2. Перед этим были 4 победы. Не должен бы Сочи в нынешней своей форме проиграть Спартаку. Если выбирать одну ставку, то пожалуй стоит рискнуть поставить на обе забьют да, который имеет очень приличный коэффициент и хорошие предпосылки для захода. Обе команды гораздо больше матчей в этом сезоне играют на обе забьют да. При этом у Сочи две последние игры на обе забьют нет. Логично ждать обе забьют да в этом матче. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Если понравился канал Дядя Юры, дайте на него ссылочку в своих соцсетях. Всем спасибо.